Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 13 июля. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Карта смерть, старший аркан. Здесь, может быть, поставить и точку в чем-то, что-то завершится, закончится, какая-то ситуация, какая-то тема, какой-то проект, может быть, здесь возникнут какие-то перемены, трансформация. Это когда человек, может быть, сам будет меняться, да, может быть, его взгляды будут меняться, может быть, он прекратит жертвовать собой ради чужих интересов здесь, либо кто-то зависит от вас, например, финансово, и вы прекратите помогать им, да, потому что вам это просто надоело. Потому что здесь человек самостоятельно вносит какие-то перемены в свою жизнь. Либо, может быть, как на карту дня, проиграться как по мелочам, да, например, там, навести порядок в доме, затеять генеральную уборку, избавляться от чего-то придется в этот день, от ненужных вещей, может быть, от ненужных отношений, потому что человек здесь может поставить точку в каких-то отношениях. Либо можете получить какое-то известие, новость, связанная с чьей-то смертью. Это не обязательно, что это должно быть кто-то из близких, это может быть просто кого вы знали, да, это может быть там сосед, вот так вот. Так что не нужно пугаться. Но здесь может быть какие-то перемены возникнуть, либо человек будет ставить точку в чем-то, либо что-то будет заканчиваться, завершаться. Какая-то глава вашей жизни может закрыться, и открыться тут же новая, потому что здесь эти перемены к лучшему, к лучшим возможностям. Поэтому что-то старое отмирает, и новое рождается. Телец. Король. Король ничей. Здесь, может быть, нужно будет принять решение, может быть, здесь резко будете кому-то что-то отвечать, не будете эмоциональными, здесь скажете, как отрежете. Здесь человек будет, может быть, прояснять какую-то ситуацию, вносить ясность и четкость в какую-то ситуацию, с кем-то общаться, коммуницировать, может быть, заниматься какой-то писаниной придется здесь. Либо, может быть, такой человек будет участвовать в вашей жизни в этот день. Если это не вы, все то, что я перечислила, может быть, тогда такой человек в вашей жизни, который будет принимать участие, и здесь он, может быть, вас будет направлять, что-то советовать, показывать вам верный, правильный путь, может быть. Но как будто здесь именно нужно будет что-то даже узнать, взять чей-то совет, проконсультироваться у какого-то специалиста, посоветоваться с кем-то. Может быть, для вас будет очень важно чье-то мнение здесь. Если такой человек будет участвовать в вашей жизни в этот день, это может быть по гороскопу, как... Весы, Близнецы, либо Водолей. Что еще здесь может быть? Здесь также, может быть, вам нужно будет остранить все эмоции и логично, может быть, обдумать что-то, взвесить и построить какой-то четкий план, проанализировать здесь что-то. Либо вы будете что-то отрезать, убирать с вашей жизни, прекращать что-то. Это может быть и отношения, и может быть, какая-то ситуация очень долго длилась, потому что здесь человек избавляется от нужного. Поэтому здесь может говорить, высказывать свое мнение, говорить, как отрезать. Вот так еще. Близнецы. Шестерка. Шестерка мечей. Здесь какая-то поездка, дорога, движение вперед, когда человек уже уплывает к лучшей жизни, к стабильности, к лучшим возможностям. Может быть, здесь длилась какая-то ситуация, которая была достаточно напряженным. Или, может быть, кто-то напрягал, либо постоянно, знаете, были какие-то скачки, когда что-то не складывалось, возникали какие-то нюансы. И здесь именно человек уже отплывает от этого. Он движется в правильном направлении, он движется к лучшей жизни, к лучшим возможностям, он движется к какой-то перемене. Что-то начнется меняться в вашей жизни. Это когда в позитивную, конечно, сторону. Либо здесь что-то может быть связанное, знаете, с принятием решения, как сменить место жительства, переехать в другой город, например. Либо, может быть, отправиться в путешествие. Либо здесь именно, знаете, какое-то движение в плане того, что, может быть, вы будете ездить по делам, оформлять что-то. Может быть, это, знаете, на какие-то встречи нужно будет поехать, на оформление каких-то документов, может быть. Кто-то будет вам помогать в чем-то в этот день, подсказывать, поддерживать вас. Может быть, вы с семьей вместе куда-то едете здесь. Либо вы выходите из отношений. Выходите, например, с нелюбимой работы. Потому что, может быть, появится какое-то предложение здесь от руководителя, либо от какой-то другой организации. Но для этого как будто нужно будет переехать. Либо, может быть, сменить направление, либо сферу деятельности немножечко. Либо это как перейти, работать с той же самой организацией, но перейти, может быть, работать в другой департамент. Потому что что-то, может быть, надоело на дальнейшей работе. Может быть, что-то не устраивает уже давно. И человек здесь, наконец-то, решился. Решился двигаться вперед. С чем бы это ни было бы связано. И поэтому это к лучшему. Это принятие решения к лучшему. Рак. Король. Король чаш. Чувствовать себя очень эмоциональными, мягкими, ранимыми, робкими. Может быть, захотите какого-то общения, поделиться эмоциями, впечатлением. Захотите, чтобы вас поддержали, поняли, выслушали, может быть, в какой-то ситуации. Либо здесь, знаете, как будто вы должны будете выступить в роли психолога, когда вы должны будете кого-то послушать и поддержать, понять. Либо еще могут быть варианты. Это как творческий какой-то проект. Это, может быть, какие-то креативные идеи. Это, может быть, духовное развитие. Это какие-то духовные практики. Может быть, это обучение эзотерики. Либо вы будете делать, проводить, например, медитацию. Либо обучать кого-то медитации. Либо рэки, либо йоги. Интуиция может быть очень сильно развита. Причувствие какое-то. Вы будете, может быть, присниться какой-то вещь и сон. Либо видеть какие-то знаки отселенные, можете, в этот день. Будут какие-то подсказки, указания, может быть, да. Особенно, если вы в этом нуждаетесь. Поэтому может быть так, что Вселенная вам будет именно посылать какие-то знаки, сигналы, да. И здесь вы будете, может быть, расшифровывать то, что вам хочет сказать Вселенная, либо Высшая Сила, как говорится. Лев. Карта Колесница, Старший Аркан. Здесь может быть прогресс, движение вперед. Когда вам нужно будет контролировать кого-то, какую-то ситуацию, да. Потому что здесь именно какие-то действия, какой-то прогресс, контроль. Но нужно будет при этом также обладать своими эмоциями, контролировать свои эмоции. Не быть вспыльчивыми, не реагировать эмоционально, да. Потому что иначе это просто может вам помешать. Это будет для вас как препятствие. И вы будете сами себе препятствовать в продвижении вперед в каких-то делах, например. Поэтому, если вы в этот день будете обладать своими эмоциями и также иметь контроль и управлять кем-то, либо чем-то здесь, то здесь вы добьетесь позитивного результата. Потому что вы на правильном направлении, на правильном пути. Может быть, даже нужно будет что-то выбрать здесь. Может быть, вы сделаете очень хорошую работу, если это касается карьеры, да. Если вас интересует это. Это как сделать какую-то работу. И здесь вас могут похвалить, да. И воздвинуть здесь вас на педестал как у лидера. Что вот, вами гордятся, вы гордитесь собой. Вы все шикарно, может быть, сделали. Это еще может быть что-то, связанное с темами, как переезда, поездок, движение какого-то в плане передвижения. Да, это может быть ездить по делам, решать какие-то вопросы. Либо менять транспорт, приобретать транспорт. Появляется желание отправиться в путешествие, например. Ну, такие какие-то могут быть сценарии. Что еще здесь может быть? Может быть, в этот день вы идете решать какие-то вопросы. И у вас есть вопрос. Получится ли у вас что-то? Сможете ли вы достигнуть чего-то? Или как пройдет встреча, например? Ну, встреча пройдет на ура. Потому что вы будете, если решать какие-то вопросы при этой встрече, то здесь вы будете контролировать, здесь вы будете управлять. Поэтому здесь это будет в вашу пользу. Здесь, может быть, разрешится какая-то ситуация, получится что-то очень хорошо. Девятка пентаклей. Здесь какие-то достижения. Это завершение какого-то цикла, получение результата. Это когда вы добиваетесь финансового успеха. Человек работал, вкалывал, трудился. Потому что здесь именно, знаете, заработанные деньги с собственным трудом. Это какие-то достижения вашим собственным трудом. Это не упадет вам с неба откуда-то. Или вам кто-то подарит какой-то шикарный подарок. Нет, человек здесь именно как будто вкладывался, трудился, делал что-то для этого. На протяжении какого-то времени даже, может быть. И здесь, наконец-то, он получает результат. Это достижения, это успех, это финансовый рост, это какие-то финансовые достижения. Это когда финансы переходят на другой уровень. Человек, может быть, зарабатывает больше и лучше. Может быть, какие-то выплаты здесь, кто-то вам заплатит за какую-то работу. Может быть, вы поменяете вашу работу, например, да. И здесь начнете зарабатывать больше и лучше. Может быть, для кого-то это первая зарплата. Или какой-то проект вы сделали. Может быть, вы работаете на себя. Или это ваш бизнес дает вам такой доход, к которому вы стремились. И, конечно. Какие-то траты также могут быть. Но это траты на себя, для своего удобства, для своего комфорта. Это карта изобилия, это карта роскоши. Поэтому здесь, может быть, что-то будете позволять себе большего, лучшего, красивого, дорогого. Также. Ну, здесь, знаете, это получение именно какого-то успеха. Достижения какие-то здесь могут быть. Особенно, если вы что-то делали, наконец-то здесь вы добиваетесь этого. Весы. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь какой-то конфликт. Спора, может быть, скандал, ругань. Человек будет чувствовать себя под напряжением. Будет очень тяжелое общение с кем-то. Там, может быть, люди здесь не будут друг друга понимать при каком-то общении, при каком-то разговоре. Либо, может быть, разговор будет достаточно таким раздражительным, конфликтным. Когда, может быть, нужно будет доказывать кому-то что-то, объяснять. И это будет, естественно, напрягать. И каждый здесь будет пытаться диктовать свое. Каждый будет пытаться выйти победителем из этой ситуации. Будет проявлять свое эго. И здесь, если вы полагаетесь, либо рассчитываете на чью-то поддержку в какой-то ситуации, вряд ли здесь вас кто-то поддержит. Потому что здесь нужно будет рассчитывать только на себя. В позитивном случае здесь, может быть, это как участвовать в каких-то соревнованиях. Может быть, вы ходите, занимаетесь спортом. Может быть, это по карате. Там, например, либо еще какие-то соревнования. Здесь, может быть, по танцам и так далее. Либо, может быть, своего ребенка отвезете на соревнования какие-то. И вы будете смотреть это. Что еще здесь может быть? Это может быть еще и внутренняя борьба. Кстати, когда человек борется с собой. Потому что возникла какая-то ситуация в прошлом. И он не может это отпустить. Он не может смириться с этим. И он борется именно с собой. Как будто винит, может быть, себя в чем-то. Еще вариант, может быть, это когда конкуренция. Может быть, это конкуренция в вашем бизнесе. Может быть, не знаю, здесь как будто нужно будет побороться с ними. Вот. Выйти победителем здесь. Может быть, в конкурсе в каком-то будете участвовать. Скорпион. Семерка. Семерка жезлов. Здесь в этот день нужно быть смелыми. Храбрыми. Это когда нужно будет хвататься. Знаете, что там. Говорить. Не бояться. Настаивать на своем. Быть упрямыми. Настырными. Настойчивыми. Это когда нужно как будто, знаете, сражаться за свои интересы. За свою семью. Это когда, может быть, вы выступите в роли защитника перед кем-то. Может быть, вам кого-то придется защищать в этот день. Не только себя. Может быть, и себя. Может быть, кого-то. А может быть, кого-то из членов семьи. Но смысл в том, что как будто нужно быть смелыми, храбрыми. Здесь это сила воли. И здесь именно как будто нужно будет что-то доказать. Отстоять. Стоять на своем. Добиваться своей цели здесь. Преодолевать какие-то сложности и препятствия также. Потому что здесь человек будет на старте. Это как будто, может быть, даже при разговоре с кем-то нужно будет отбиваться и защищаться. Это, может быть, нужно будет кого-то отталкивать и показывать им, где их граница. Чтобы они не пересекали эту границу. В плане того, что, может быть, кто-то вмешивается постоянно в вашу жизнь, например. И здесь как будто вам нужно им сказать так, стоп. Твое место вот там-то. И вы не побоитесь этого сделать. Вот так вот еще может быть. Стрелец. Верховная жрица. Верховная жрица здесь, может быть, знаете... Здесь несколько вариантов. Я начну с первого. Здесь может быть, что как будто кто-то что-то скрывает, недоговаривает, нет четкости, ясности в какой-то ситуации. И здесь как будто появляется возможность такая, что чья-то маска спадает. Что-то проясняется, проявляется. Вы узнаете что-то о человеке, то, чего вы раньше никогда не знали. Например, чей-то секрет раскрывается. Либо, может быть, кому вы доверяли, кто-то раскроет ваш секрет в этой карте. Также еще здесь это, знаете, быть духовным наставником для кого-то, быть учителем, обучать, может быть, кого-то навыкам эзотерики. Либо наоборот, когда вы будете этому обучаться. Если вы занимаетесь эзотерикой, то здесь как будто очень будет хороший поток информации или связь с космосом, я бы сказала, с высшими силами. Потому что здесь как будто нужно будет консультировать в этот день, давать какие-то рекомендации, советы, мудрые советы. Либо, может быть, вы окажетесь в ситуации, когда вы не будете знать, как поступить в той или иной ситуации. И здесь как будто такой человек будет вам подсказывать, указывать вам путь действия или поможет вам разобраться в какой-то ситуации. Особенно, если там была каша или там что-то было непонятным для вас. Здесь может быть именно прояснение чего-то, подсказки какой-то. Либо, может быть, вы пойдете консультироваться в этот день сами на прием кому-то к эзотерику. Это может быть астрология, нумерология, таро или там ясновидение может быть. Козерог. Четверка. Четверка, чаш. Здесь какие-то, знаете, что-то кто-то вам будет навязывать. Это разочарование, это плохое настроение. Это может быть то, что вы будете пытаться делать, и, может быть, возникнут какие-то нюансы, и вам это не понравится. Например, планировали одно, либо хотели что-то, или рассчитывали на что-то, а получается в итоге совершенно другое. И то, что вам здесь предлагают, вас не совсем устраивает. Либо кто-то, может быть, навязывается к вам, навязывает свои какие-то мнения, эмоции, надоедает с советами здесь. И человек здесь, может быть, отталкивает кого-то, отталкивает или отвергает чью-то помощь. Игнорировать, может быть, кого-то даже. Это не отвечает на звонки, например. Игнорировать чьи-то сообщения. Потому что захочет побыть в одиночестве, может быть, захочет побыть один. Потому что будет такое настроение. Либо чувствовать себя немножечко унылыми, вялыми. Расстраиваться, может быть, по какому-то поводу будете. Может быть, что-то не сложится. Или получится не так, как вы хотели что-то. Либо поедете в какое-то место, и вам что-то не понравится. В чем-то вы будете разочарованы здесь. Например, в компании, в которой вы будете находиться. Либо место, куда вы поедете. Там, может быть, что-то не понравится. Но смысл в том, что здесь человек именно будет реагировать вот так вот эмоционально. Здесь, может быть, не захочет общения, захочет, может быть, разобраться своих эмоций здесь. Вот так еще, может быть. Водолей. Колесо фортуны. Колесо фортуны – какой-то сдвиг, поворот в каких-то ваших делах. Что-то сдвинется с места, произойдет какой-то прогресс, успех, везение, удача. В чем-то вам может повезти здесь. Также здесь, может быть, это когда вы будете решать какие-то вопросы, связанные с переездами, с эмиграцией, с получением каких-то документов. Потому что, если был какой-то момент ожидания, то здесь, как будто человек получает новости, известия. Либо, может быть, что-то сдвигается с места, это к лучшему, это внезапный поворот. То, что у вас будет радовать. Здесь какое-то движение, это в плане того, что нужно поехать будет куда-то. Может быть, на самом деле куда-то вы переезжаете, да. Но смысл в том, что вам будет в этот день везти. Фортуна будет на вашей стороне. Здесь, вот так еще, может быть. Рыбы. Четверка. Четверка жезлов. Получение какой-то информации, новостей. Ну, это такие хорошие, радостные новости. Здесь вас что-то будет радовать. Это какие-то достижения, получение результата, может быть, здесь, да. Это может быть что-то связанное с недвижимостью, с домом, с семьей. Может быть, какие-то события, связанные с вашей семьей. Потому что здесь будет повод чему порадоваться, что отметить. Это может быть ваши какие-то достижения, ваш какой-то успех. Это может быть новоселье, это может быть чьё-то день рождения, это какой-то банкет. Может быть, отношения переходят на другой уровень. Но чему-то человек будет радоваться. Потому что здесь именно это даст стабильность, Это стабильность в отношениях и в вашей жизни. Потому что это труд, когда человек трудился, вкладывался, когда он что-то делал. И наконец-то здесь вы увидите результат своих действий. И здесь вы будете довольны. Это хороший результат, когда вас что-то может очень сильно обрадовать. Это какие-то позитивные известия, новости также. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи и успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. До скорых встреч. Пока-пока.